Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И на днях один из наших подписчиков, его зовут Вадим Останин, прислал нам ролик со своим опытом, в котором два вращающихся цилиндра притягиваются друг к другу, либо наоборот отталкиваются друг от друга, в зависимости от того, как они вращаются, противонаправленно или сонаправленно. И в этом своем эксперименте он один цилиндр держит в руках, а второй подвешен на нити. И я подумал, что этот эксперимент можно модифицировать, вывесить оба цилиндра на нитях, и решил, что этот опыт такой интересный, что стоит вам его показать. С этой целью я построил вот такую установку. Здесь имеются два цилиндра, каждый из них вставлен в раму, а рама вывешена на двух нитях. Цилиндры будут приводиться в движение электромоторами, они запитаны через свободно свисающие провода, ну а потом вниз и на источник питания. И обратите внимание, что в этом положении цилиндры практически касаются друг друга. И сейчас я их запущу так, что они будут вращаться оба в одну и ту же сторону. Ну чтобы они не бились на старте, я их чуть-чуть отведу друг от друга. Теперь подам напряжение. Цилиндры начали вращаться, их можно отпустить. И видно, что между ними возникла некоторая щель. А когда я увеличиваю напряжение, расстояние между цилиндрами становится все больше и больше. Они отталкиваются друг от друга. И вот это отталкивание нам и надо объяснить. Когда цилиндры вращаются, за счет своей шероховатости они приводят во вращение воздуха, прилегающий к их поверхности. Так что этот воздух вращается в ту же сторону, что и цилиндры. За счет вязкого трения это движение воздуха распространяется все дальше и дальше. И где-то на заметном расстоянии от цилиндров появляется такое течение, которое охватывает оба цилиндра сразу. А что же происходит в пространстве между цилиндрами? Здесь у нас имеются такие линии тока, которые идут навстречу друг другу, сходятся в некоторой точке ровно посредине между цилиндрами и расходятся. И здесь, в этой точке, воздух неподвижен. По принципу Бернули, чем меньше скорость потока, тем давление больше. И это означает, что в области между цилиндрами давление максимально. Это область повышенного давления и расталкивает цилиндры в противоположные стороны. И тут наши критики могут сказать, что закон Бернули справедлив для идеальной, невязкой жидкости. А в наших рассуждениях явным образом присутствует вязкость. Да и вообще, может быть, все дело в том, что цилиндры напихивают воздух в пространство между собой. Но, впрочем, здесь бы я сказал, что как они его напихивают на входе, так и вытягивают на выходе. Так что этот аргумент, наверное, все-таки ни о чем не говорит. И сдается мне, что нам надо повторить наши рассуждения с законом Бернули, но теперь для цилиндров, вращающихся в противоположные стороны, посмотреть, к чему приводит это рассуждение, а потом проверить эти выводы в эксперименте. Теперь приведенный в движение воздух проходит между цилиндрами. В пространстве между ними скорость воздуха максимальна, значит давление здесь, все по тому же принципу Бернули, минимально. И это означает, что более высокое наружное давление будет сближать цилиндры между собой. Я переключил один из проводов так, чтобы цилиндры теперь вращались в противоположные стороны, ну а чтобы они не ударялись друг от друга слишком сильно. Ход рамки ограничен, стоя с другой стороны двумя нитями. Ну и теперь я подаю напряжение, цилиндры начали вращаться. И вот расстояние между ними становится все меньше и меньше. Если напряжение прибавить еще чуть-чуть, цилиндры начнут соударяться друг от друга. Так что предположение, высказанное на основе принципа Бернули, вполне подтверждается. И таким образом мы воспроизвели эксперимент Вадима Астанина, и все у нас получилось. Но в своем ролике он еще сравнивал взаимодействие вращающихся цилиндров с взаимодействием двух проводников, по которым текут электрические токи. Правда, здесь имеется существенная разница. Когда два цилиндра вращаются в одну сторону, мы видели, что такие цилиндры отталкиваются друг от друга. А когда по двум проводникам текут сонаправленные токи, такие проводники напротив притягиваются друг к другу. И наоборот, когда цилиндры вращаются в разные стороны, такие цилиндры притягиваются друг к другу. А когда по двум проводникам текут противоположно направленные токи, такие проводники отталкиваются друг от друга. В чем же основание этой разницы? Объяснение здесь достаточно простое. При переходе от гидродинамики к электродинамике аналогом скорости является магнитное поле. Но по принципу Бернули, чем больше скорость, тем меньше давление среды. А в электродинамике все устроено наоборот. Чем больше магнитное поле, тем больше давление магнитного поля. Этим и вызвана разница между вращающимися цилиндрами и взаимодействующими проводниками. А теперь наш традиционный заключительный вопрос. Он будет касаться опыта, который мы сами проделали, но я его сейчас делать не буду. Вот я оставил один цилиндр, представьте, что я его сейчас раскручу, а потом поднесу к нему пластинку. И спрашивается, оттолкнется он этой пластинке или притянется к ней. Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!